Привет! Мы с вами сейчас находимся в довольно такой глухой промзоне, которая называется Южный порт и находится на юго-востоке Москвы, в районах Южно-Портовой и Печатники. И здесь вот такой действительно довольно страшный такой большой и довольно активный промзоне проходит Южно-Портовая улица. Проходит от Шарика по Шипниковской улице у моста Кружного железно-тороги на перегоне Угрежская-Кожухова и Тегер-Краспортного кольца и доходит до улицы Гурьянова. Около начала улицы, на начальном участке улицы находится станция Тро-Кожуховская, Салатовой ветки, Тро. Ну и вся улица, как я сказал, практически вся улица проходит по промзоне Южный порт, в ближайший маленький небольшой участок, он проходит по небольшому жилому кварталу. Ну и поэтому, естественно, жилых домов здесь мало. В самой улице с двухсторонним движением автомобилем транспорта по одной-двум полосам в каждом направлении, и она очень извилилась, со многими резкими поворотами, поэтому иногда еще эту улицу называют пьяная улица. Ну и сильно, как очень себя виляет, она сильно довольно-таки. И здесь действительно такое экстремальное движение, ну то есть для новичков, наверное, очень сложно водить машину. Ну естественно, много заборов, причем таких довольно страшных, в основном бетонных, грязных, особенно зимой тут просто вообще очень сложно ходить, очень сложно дышать, потому что много грузовиков, вообще очень много машин, постоянно пробки бывают здесь. Они, по-моему, там два или три перечения с железной дорогой, без ними путями, вот, отручной железной дороги, и дальше туда, вот, к разным предприятиям промзоны. Причем, ну, по сути, она уже не работает, в общем-то, ну, пока еще ветки есть, так, пресечения. Вот, длина этой улицы тоже довольно большая, больше четырех с половиной километров. Ну, вообще, такой довольно плохой асфальт часто на этой улице. Ну, а возникла улица около 1940 года и вела к Южному порту. Ну, фактически она и сейчас ведет к Южному порту, одна из проходных, по-моему, центральных, как раз, находится именно здесь, вот, на этой улице. Ну, еще одна на втором Южном порту, он проилет. Вот, ну, и, ну, не только на Южном порту ведет, конечно, ну, и другим предприятиям промзоны, которые сейчас уже во многом не есть, но сейчас тут почти уже ничего не работает, больше такие сервисные компании, офисные, аренда всякая, складов много. Ну, что-то, конечно, еще где-то все заработает. Вот, ну, Южный порт, конечно, тоже довольно значительный объект в этой промзоне, ну, не случайно она называется промзона Южный порт. До 1655 года назывался просто портовый проезд, ну, а потом, до 1668 года, первый Южный портовый проезд. Ну, а в 1668 году улица получила в нынешний раззад, ну, понятно, по Южному речному порту и примыкающей к ней акватории Москвы реки, вблизи которых она проходит. Вот, Москва река здесь как раз неподалеку проходит, в общем, во всем протяжении этой улицы. То чуть ближе, то чуть дальше, ну, в общем, довольно близко. Петро Кожубское около начала улицы было открыто в 395 году. Ну, и так, жилых домов здесь и они есть, но на начальном участке их очень мало. И они все, в общем, были построены в советское время. Это пяти-шестиэтажные дома в 350-х годах постройки. Ну, это, мне кажется, довольно интересные в архитектуре. Ну, и 12-этажные построены в 360-е годы. Ну, эти дома не интересные. Ну, тут в реновации снесут, хотят снесли два дома, значит, это пятиэтаж, так, подновляем 14 и 16, ну, а там будем смотреть, что реально будет. Все остальное – это промзона, где находятся всякие нежилые строения, естественно. Это завод ТАПАС под номером 3. Первоначально завод занимался переоборудованием автомобильных двигателей для речных катеров. А с 1448 года началось его перепрофилирование на изготовление корабельных радиолокационных систем управления артиллерийским огнем «ЗАОП». Начиная с 1452 года и по настоящее время завод специализируется на серийном изготовлении артиллерийских радиолокационных систем управления, предназначенных для обнаружения определения координат воздушно-береговых и надводных целей и управления стрельбой корабельной артиллерией. Ну, все, что связано с флотом, а также на выполнение работы, сдачных изделий эксплуатации, настройщихся кораблях, обслуживание и оказание техпомощи, высвоение изделий на флотах. Ну, все, что связано с флотом. Рядом находится конкурторское бюро «Амитис», которое как раз относится к заводу ТАПАС под номером 3, а здание 14-этажное, 370 года постройки. Следующее здание – это бизнес-центр «Золотое кольцо» под номером 5. Это бывший второй таксомоторный парк. И рядом же находится также пенсионный порт, одно из отделений под номером 5, строение 7. Есть также офисное здание под номером 6. Это бывший жилой дом администрации химзавода «Синтез». Для администрации химзавода, который находился на противоположной стальной улице, был построен трехэтажный жилой дом из красного кирпича. Также следующий объект – это бывший актокоминант номер 5, здание под номером 7, с многочисленным строением. Но тут сегодня уже не действует много строений, складов разных компаний, около автомобильной тематики, ну а также разные офисы. И также здесь, конечно же, находится бизнес-центр «Вега». Также следующий объект – это бетонный завод, вот он как раз уже действует пока под номером 9 с несколькими строениями. Рядом находится завод «Связь-строй-деталь» под номером 9А с несколькими строениями. А также компания «Тесли» под номером 9Б, которая специализируется на проектировании и внедрении систем автоматизации, освещения и энергоснабжения, а также продаже обслуживания электрооборудования ведущих мировых производителей. Ну, фактически, в общем-то, в большей степени продажа уже сейчас, в настоящий момент. Также на улице находится один из участков компаний «Мосводоканал» по номеру 15-12, но практически находится в самом конце шоссейного проезда. Ну, собственно, шоссейным проездом и вот этой вот Южнопортовой улице. Также компания «Металлодорк» вообще есть довольно много приема металла цветного, всякого-то, «Металлобаска», всяких таких вот компаний «Торчермет» принимает. Вот это все, здесь довольно много все рынков. Вообще автосервисов полно, просто полно. Крупнейший такой, около метро «Кожухская» крупнейший автомобильный рынок в Москве находится. Ну, и акт техобслуживания таких. Тут очень много этого всего. Есть также участок горюче-смазочных материалов компании «Механизация-2», владение «Патрон-17» – это бывшая база «Мосэнерго». И рядом находится действующая база «Мосэнерго» под номер 17 с нескольким строением складания. Также и большую территорию занимает производственное изготовительное предприятие «Люблинская» под номерами 19, 25 и 27 с многочисленными строениями, которые занимаются переработкой отходов и лома черных металлов. Ну, о чем я в том что говорил. Также есть торгово-выставочный комплекс автомобилей, но тоже под номер 22 ухода и много металлических скульптур в виде крокодила, робота, милиционера и других сделанных из частей автомобиля. Ну, это так для украшения. Есть также предприятие «Полиграф-защита» под номер 24, которое занимается производством защищенной полиграфической продукции, ну, там, произведенных документов и так далее. Ну, это бывшая типография номер 6 советской БИМБУ. И сейчас также работает, действует завод железобетонных изделий «БТР-2», владение «Полиграф-26», предприятие «Осома» в 1936 году. Ну, и, в общем, сейчас специализируется на выпуске сборных железобетонных конструкций для строительства жилых домов, ну, и всяких других объектов социально-бутовых. Также выпускает детали для станции аэрации, коллекторов, дорожных плит, лестничных маршей и свай. Следующий объект – это компания по переработке виноматериалов «Мос Азер Винзавод» под номер 30 с нескольким строением. Я не уверен, что он работает, ну, по крайней мере, числится как бы в числе действующих предприятий. Также есть управление механизацией, причем их сразу три на этой улице, по номераме 2, 16, 23. Они находятся другим рядом, владение по номераме 32, 34, 36. Также еще работает еще один завод, 6-й законных изделий, номер 7, ну, официально в честь по 5-й Кожуховской улице, 22, хотя к ней отношения не имеет, на самом деле находится зелень. Ну, тут много строений, портальных кранов, элеватор есть, элеваторный транспортер, склады и так далее. Ну, в общем, всякая муть, короче, много там всего напихано, аренды и так далее. И также здесь вот эта ремонтная база, занята на номер 35, специализированная очень, тоже, кстати, вот важный подъект, специализированная стоянка администратора Московского парковочного проекта, пространства, по номер 37, который вмещает почти 2000 автомобилей, вот сюда свозят как раз многие автомобили, вот эти эвакуаторы, здесь постоянно курсируют по южному порту, в улице, и как раз едут сюда, вот эту вот, как раз стоянку, штрафстоянку. И вот те, кто неправильно припарковался, вот машины постоянно вывозят, вывозят, постоянно идет процесс, вот туда-сюда, просто огромное количество, один за другим буквально. Раньше здесь располагались автобаза и склады. Ну, еще есть работа терминалов Аратек Юго-Восток, под М-28 с многочисленными строениями, ну, такой дистрибьюторский транспортный центр, ну, и много складов также находили. Да и территория, например, в конце улиц находится территория бывшего цементного элеватора, цемент-сервис под М-42, элеватор, который тут, в общем, портил атмосферу в печатниках, в этом районе, и жители на него жаловались, в общем, хотели, чтобы он закрылся, и в итоге он закрылся, ну, он как бы законсервирован, да, и в 2012 году только это произошло, хотя хотели намного раньше. Ну, и вообще, как я уже говорил, много здесь всяких автосервисных организаций, автосалонов, складов, площадок для стоянки коммунальной и спецтехники, а также офисов небольших торгово-производственных компаний, корпуса бывших крупных советских промышленных предприятий. Ну, видите, здесь очень мало что работает, разве что кроме заводов железнодонных изделий, там, конструкция, вот это еще работает, там, бетонный завод, вот это, что связано со строительством, это еще действует, а, в принципе, больше тут особо ничего не работает, особенно. Ну, может быть, какая-то мелочок, чтобы такое действие, там, полиграф-защит, небольшие какие-то производства. Ну, я здесь очень рекомендую гулять, это опасно для здоровья, я считаю, вот, то есть, если такая трешовая улица, вот, очень неблагоприятная для прогулок, вообще никакой зелени, даже ипомина нет, ничего, одни заборы, в общем, один камень сплошной и грязь, очень много грязи, особенно, конечно, летом, не летом, а зимой и весной, там, вот это вообще ужасно. Ну, а так, конечно, кстати, всю улицу проезжает автобус 193, это метро Кожуковская, вот, и, в принципе, можно, кстати, на нем такую прогулку автобусную, это, кстати, в данном случае будет довольно уместно, и это вполне может дать впечатление об этой улице. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Маза.